Всех приветствую, друзья! С вами я, Скомарник. И сегодня я расскажу вам, как я стал дисциплинированным, какой путь я прошел, и расскажу лайфхак, как именно тебе стать максимально дисциплинированным. Начнем мы с чего? Начнем мы с того, что дисциплина это действительно важно. Почему это важно? Потому что любое дело, которое вы хотите сделать, допустим, к любой цели, которую вы хотите достичь, есть путь, верно? И первое, там, допустим, 5% пути, вы действуете на мотивации. Когда вас драйвит, что «Ооо, ебать, я сейчас разъебу!» Вот эти 5% вы херачите на мотивации. А что остальные 95%? На чем, на чем, на чем они будут действоваться? Как, за счет чего? У вас прошла мотивация, и все, вы с пустыми руками. Как раз-таки эти 95% это и есть дисциплина. Это и есть дисциплина, это не та дисциплина, которую, как бы, в армии. Нет, это дисциплина, самодисциплина, самоконтроль, саморегуляция. Как вы можете преодолевать свои хотелки, полежать, поспать, посрать и делать правильные хотелки для себя, а именно поработать, поучиться, что-то создать, допустим. Ну, я не знаю, что вы действительно хотите, какие у вас цели, но я делаю пример. Вот, и в сегодняшнем видео я сейчас расскажу вам, как я был прям вообще, блядь, бесхребетной мразью, которая нихуя не делает и просто днями лежит на кровати и смотрит видосы на ютубе. Прям у меня, я не знаю, экранное время было, наверное, часов 9-10. Ну, прям это был пиздец, это был просто ютуб. Вот, и как я превратился в человек, который может контролировать, сколько контента он потребляет, может контролировать, сколько информации он потребляет, и может контролировать, сколько он работает. То есть, в принципе, дисциплина это про контроль, про самоконтроль, это одно и то же. И так вот, как именно я начал свой путь к дисциплине? У меня появилась мотивация что-то делать, я просто, не знаю, загорелся, какое-то видео в тиктоке увидел или на ютубе, такой, да, ебать, я буду делать. И я начал делать это дело, то есть учиться условно, допустим, да, на компе, и начал ходить в зал. Я ходил в зал, 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 сначала мне не нравилось, но я продолжал ходить в зал, потому что я понимал, что это мне нужно психологически. Нет, блядь, ладно, я пизжу, я не понимал тогда, что мне это нужно психологически, это я сейчас понимаю это. Но тогда я просто ходил, потому что мне нужно было привести себя в форму. И ломая себя в зале каждый раз, каждый раз перебарывая свое желание остаться дома, и шел в зал, я каждый раз прививал себе эту дисциплину. И к чему я веду? Благодаря залу я привил себе дисциплину и в других аспектах своей жизни. Просто зал, ну словно спорт, я буду говорить про спорт, это самый банальный пример, как вы можете своему мозгу, своему веществу показать, что вы дисциплинированы, показать, что вы можете себя контролировать. Если вы каждый день, допустим, будете делать какое-то упражнение, допустим, там, подтягивания, то ваш мозг поймет, окей, я делаю каждый день подтягивания, значит, я дисциплинированный, значит, я могу это делать. А если вы дисциплиниры в подтягиваниях, ну, конечно, вы сможете там сесть и поработать. Понимаете, вы просто учите мозг, вы учите свой мозг, как правильно себя контролировать. И если он научился контролировать себя в зале, если он научился контролировать себя на тренировках каких-то, это совершенно не важно. Но какой-то такой обычный физический, очень важно, чтобы это был физический аспект, потому что, ну, именно на физическом уровне наш мозг лучше всего запоминает эти моменты. Он запомнил, что, окей, я все, я могу, значит, он и в других аспектах жизни сможет. И дальше вы уже это применяете к другим аспектам своей жизни, к учебе, к, не знаю, развитию в других местах. Если вы хотите развиваться в спорте, больше развиваться в спорте. Как раз-таки в этом и находится ключ к дисциплине, к самодисциплине. И самое важное – это постепенность, не пропускать ничего. Если уж вы поставили себе цель и поставили себе период каких-то действий, не нарушайте их. Если вы понимаете, что, окей, мне нужен один выходной в неделю, это нормально. Не думайте, что выходной – это значит, что вы лох и вы недисциплинированы. Нет, если вы делаете выходной официально, который, допустим, вы там сказали, что я буду по воскресеньям отдыхать, и вы отдыхаете по воскресеньям, то это нормально абсолютно. Это не значит, что вы недисциплинированная мразь. Недисциплинированная мразь – это если вы запланировали, что сегодня я буду ебашить, А в итоге вы лежите и жрёте мороженое и страдаете хуйнёй. Вот это называется недисциплинированная мразь. Когда вы отдыхаете в то время, когда собирались работать. Вот две стороны одной медали. Обязательно отправляйте этот видос своим недисциплинированным друзьям, чтобы они вставали вместе с вами на вот этот путь дисциплины. С вами был Ник. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»